Лето 1978 года выдалось в Москве необычно жарким. 25 июня в приемной кремлевской больнице раздался звонок. Говорил перепуганный академик Кириллин. Он обнаружил своего соседа по даче, академиком Мстислава Келдыша, мертвым, в машине с работающим в холостую двигателем. Ворота гаража были прикрыты. Келдыша знали не только как советского ученого номер один, главного теоретика космоса. Он создал оружие, которое гарантировало стране безопасность на многие десятилетия вперед. По этой причине гриф секретности распространялся не только на то, что делал знаменитый академик при жизни, но даже на его трагический уход. Подробности смерти Келдыша не подлежали огласке. Действительно была какая-то там инструкция, директива о том, что квалифицировать это как несчастный случай. В своих научных расчетах Келдыш не ошибался никогда. Он и свою жизнь подчинил некой формуле, в которой было учтено все. Путь через взлеты, падения и компромиссы. Главной цели. Но в этой формуле была допущена роковая ошибка, которую гений 20 века понял слишком поздно. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Полет Юрия Гагарина в космос. Запуск первой советской крылатой ракеты. И первого в мире искусственного спутника Земли. Все эти грандиозные достижения – плод научной деятельности лучших умов советской науки. Но лишь одна фамилия чаще других повторяется в связи с каждым из них. Мстислава Келдыша. За глаза его называли «алмазная голова». А еще он умел считать. Считать лучше и быстрее любой вычислительной машины в мире. 1967 год. Байконур. Беспилотный космический корабль «Зонд-5» запущен к Луне. Неожиданно выясняется, что в траекторию полета вкралась ошибка, которая грозит катастрофой. Чтобы избежать гибели корабля, нужно произвести коррекцию расчетов. На раздумье остается не больше минуты. И в это время Мстислав Селыч достает пачку папирос «Казбек». Он курил это. Он что-то карандашом подчертил. И говорит, 20 метров. На это никто внимания не обратил. Слышали 20 метров. А председатель комиссии дал команду, такой был полковник Ястребов, начальник компьютерного центра вычислительной техники. И вот он, Ястребов, идите быстро посчитайте, пока мы здесь заседаем, сколько нам надо метров. Ну, я сбрасываю в ту или другую сторону. Через полчаса прибегает Ястребов, запыхавшись, и говорит, 20 метров. Весь зал встал и зааплодировал. А он сам даже, Мстислав Селыч, и не понял, почему его аплодируют. С самого раннего детства Мстислав уверен, что родился для того, чтобы побеждать. Даже когда играет в волейбол или преферанс, его противникам приходится трудно. Проигрывает только хорошеньким женщинам, которые, как шутит он сам, вдохновляют его. И в науке он хочет стать номером один. Поэтому помимо математики, Келдыш осваивает все технические дисциплины и выбирает самое перспективное направление – авиацию. Расчет оказался точным. Авиация приведет его к ракетам, а затем к космосу. Свою жизнь Келдыш тоже рассчитал, как казалось, безошибочно. Поставленная цель может быть достигнута, если подчинить этому все имеющиеся средства. Следуя этой формуле, он действительно добился того, о чем можно было только мечтать. У Келдыша были административная власть, почет, уважение. Ему покровительствовал и благоволил сам Брежнев. При обсуждении любого важного вопроса генеральный секретарь всегда интересовался – «А вы с Келдышем советовались?» Поэтому то, что случилось за три года до смерти академика, повергло в шок многих. Перед очередным ювелеем Академии наук СССР Келдышу предлагают баллотироваться в качестве ее президента на четвертый срок. Идея исходит от руководства страны, ее первых лиц. И даже я присутствовал при разговоре с Сусловым, когда мне Суслов сказал, что он соглашается только при условии, что если вы будете у него главным ученым-секретарем. Ну, я, конечно, тут же дал согласие. На следующий день он мне позвонил, сказал, что он позвонил Брежневу и отказался от избираться в Академию. Келдыш откажется обсуждать причину своего поступка. И это навсегда останется тайной. Биография Мстислава Келдыша, которая складывалась не благодаря, а вопреки логике советской эпохи, тоже полна белых пятен и по сей день. Он всегда мечтал заниматься чистой наукой. Математика была его страстью. Но у представителя военной династии древнего дворянского рода не было никаких шансов сделать карьеру в Советском Союзе. К середине 30-х Мстислав успевает с отличием закончить физико-математический факультет Московского университета. А в 24 года Келдышу присваивают степень кандидата физико-математических наук без защиты диссертации. Случай в науке беспрецедентный. Его работы называют красивыми. Он и сам необычайно красив. Пользуется успехом у женщин. Однако Мстислав давно и безответно любит одну необыкновенную женщину по имени Станислава. Но она замужем за другим. Гром грянет неожиданно. В 35-м году вся семья Келдыша попадет под волну репрессий. Один брат расстрелян, другой арестован. Дядя осужден на 5 лет. Брат матери сослан на строительство канала Москва-Волга. Кроме того, выяснится еще один неприятный факт. Брат отца, белый офицер, живет в Париже, где теперь выступает на эстраде. Парижский шансонье, дядя Жорж, на долгие годы станет позором для великого ученого. Все это должно было поставить крест на будущем Келдыша. Однако случилось невероятное. Молодого ученого репрессии не коснулись. Трудно поверить, что НКВД оставляет без внимания и тот факт, что Келдыш работает на режимном предприятии, где вопросы безопасности были едва ли не главными. Тем не менее, Келдыш поднимается по карьерной лестнице все выше. В НКВД на него делают ставку. Выдержка из характеристики. Мстислав Всеволодович Келдыш является, несмотря на молодость, одним из крупнейших научных работников в СССР в области аэродинамики. В высшей степени талантливый математик и гениальный теоретик. Он умеет свои глубокие знания приложить к промышленной практике. Заключениями его группы полностью руководствуется промышленность, и засекречивание его необходимо. Власть делает Келдышу предложение, от которого он не может отказаться. В противном случае в его формуле жизни могут появиться новые неизвестные. С одной стороны равенства значатся семья, любимая работа и блестящие перспективы. С другой – шарашка или колыма. В это время, после долгих лет упорных ухаживаний, он, наконец, добивается руки Станиславы. Мстислав не боится ответственности и принимает любимую женщину вместе с ее дочерью, которую воспитывает как собственного ребенка. Вскоре у них появляются и свои дети – дочь Светлана и сын Петр. Потеряв почти всех близких родственников, Келдыш не может рисковать жизнью семьи. И он принимает единственное правильное решение – соглашается на засекречивание для работы в авиации и ракетной технике. Фундаментальная наука и любимая математика могут пока подождать. Келдыш делает необходимые стране открытия одно за другим. Его расчеты позволяют устранить вибрацию самолетов, которая приводила к их поломке в воздухе. На их основе создается новый раздел науки – о прочности самолетов. В 25 лет Келдышу присваивают звание профессора по специальности аэродинамика. Его гениальность признают даже далекие от науки сотрудники НКВД, которые ведут свою статистику. За период с 1935 по 1943 год, по вине аэродинамических дефектов, в Германии произойдет более 146 серьезных авиакатастроф и аварий. В советской авиации после рекомендаций Келдыша не случится ни одной. Его труды застрахуют наши самолеты от аварий на несколько десятилетий вперед. Благодаря Келдышу СССР первым в мире преодолеет барьер скоростной авиации. Смерть Келдыша вызывает массу слухов, сплетен и догадок. Говорят о его недуге. Действительно, у Келдыша серьезная болезнь сосудов. Но после операции по замене артерии, его состояние врачи оценивают как нормальное. После операции, с точки зрения соматической, я говорю соматической, сердце, легкие и так далее, он был здоровый человек. В этот вечер у сестры Мстислава Всеволодовича, по случаю ее дня рождения, собирались все близкие. Но отчего-то сам Келдыш не поедет к ней. Жена Станислава Валерьяновна около 18 часов отправится в гости, а Келдыш останется на даче совершенно один. На утро его найдут мертвым в собственной машине. Из свидетельства о смерти. Как показало вскрытие, смерть академика Келдыша наступила 24 июня в 22 часа. Иными словами, трагедия произошла через несколько часов после того, как жена Келдыша покинула дачу. Выходит, что он все-таки куда-то собирался ехать. Но куда? Как указано в материалах следствия, академик был найден в гараже в собственной «Волге». Двигатель работал. А двери гаража были прикрыты, причем изнутри. Трагическая смерть главного теоретика советских космических полетов нуждалась в объяснении. В секретном сообщении, подготовленном для ЦК партии, говорилось, что Келдыш, вероятно, отравился случайно. Однако возникал естественный вопрос. Если Келдыш собирался завести машину, почему не открыл ворота гаража? Ведь, будучи человеком логики, расчета и олицетворением пунктуальности, он никогда в жизни не совершал необдуманных поступков. Чтобы он не знал, что заведенный автомобиль выделяет угарный газ, который может привести к печальному... Ну, это непостижимо. Я такого не могу себе представить. Поэтому, конечно, это было и было уже как-то им предусмотрено. В июле 1968-го голос Америки вышел с сенсационным заявлением. Смерть ученого стала следствием долгого и изматывающего противостояния. Оно существовало на протяжении многих лет между советской наукой, которую бессменно возглавлял Мстислав Келдыш, и военно-промышленным комплексом СССР, находившимся в подчинении Дмитрия Устинова. На протяжении 30 лет в Советском Союзе друг другу противостояло два мощных лагеря, два взгляда на будущее страны. Кто-то в этой борьбе с неминственным и должен был проиграть. Впервые Келдыш и Устинов встретились в 1946 году, когда партия и правительство приняли решение создать Совет Главных Конструкторов. Этот орган должен был определять будущее обороны страны. Вопрос о составе Совета Главных решал 36-летний генерал-лейтенант Дмитрий Федорович Устинов, нарком вооружений, один из самых молодых и блестящих министров того времени. Почти 30 лет ему суждено будет проработать вместе с Келдышем. Но тогда именно он не поддержит кандидатуру перспекиного ученого, мотивируя свое решение изъянами анкетных данных Келдыша. Дело в том, что в графе «партийность» у него стоит прочерк. В ту пору занять высокий государственный пост можно было только будучи членом ВКПБ. Келдыш не мог вступить в партию, ведь он был из семьи репрессированных. Однако его знания и способности перевесят изъяны анкеты и заставят Устинову отступить. Келдыш не только выиграет первый бой с министром вооружений, но и станет в 35 лет действительным членом Академии наук СССР. Устинов был полной противоположностью Келдыша. Сын самарского рабочего с четырьмя классами приходского училища, он стал наркомом вооружения за неделю до начала войны. Еще долго специалисты всего мира будут гадать, как могло произойти, что технически неготовая к войне плохо оснащенная советская армия победила одну из самых развитых стран мира. 33-летнему наркому вооружений удалось невозможное, поэтому после войны авторитет Устинова непререкаем. Отношения между Келдышем и Устиновым не сложатся с самого начала. Тяжело они будут развиваться и в дальнейшем, когда им обоим придется строить военное будущее страны. Если Келдыш мечтал о космических полетах, о освоении дальнего космоса, ну и мировым океаном, именно изучением он увлекался, то Дмитрий Федорович стоял на том, что нужно сначала оснастить армию. А поскольку бюджет, особенно после Второй мировой войны, он у нас был невелик, это потом уже нарастили, то вот шла борьба между теорией и практикой. В мае 75-го года, поняв, что наука для государства не более чем средство выполнения военного заказа, Келдыш поставит вопрос о своем уходе с поста президента Академии наук. Но это случится годы спустя. А пока... В 46-м году он становится научным руководителем работ по созданию первой советской крылатой ракеты «Буря». Это было объявлено в стране делом государственной важности. На испытаниях ракета показывает более высокие характеристики, чем американская «Навахо». Этот факт многое меняет в судьбе Келдыша. Келдыш стал не просто исполнителем заданий высших государственных органов и высшего политического руководства страны, а участником разработки этих заданий, участником разработки этих задач. Ну и прямо, можно сказать, вошел во власть. Казалось, все трудности преодолены, все условия выполнены. Впереди – блестящее будущее ученого с мировым именем. Но этому не суждено было произойти. Начав заниматься разработкой ракет, Келдыш попадает под гриф строжайшей секретности, главное условие которого – полная анонимность. В целях соблюдения секретности о работах и идеях Келдыша вместо него рассказывали другие, не имеющие к этому отношения люди. Были даже такие, я бы сказал, двойники Келдыша, которые представляли нашу космонавтику за рубежом. И это известные факты. На некоторых зарубежных конференциях другие академики выступали в роли главных теоретиков. И, что удивительно, ученые принимали тех двойников за действительных теоретиков. О славе и известности, важных стимулах любых открытий, Келдышу предлагалось забыть навсегда. Возможно, это было бы легко, если бы ученый не успел узнать, что такое известность. Впервые Келдыш задумывается о том, насколько точно он все рассчитал в своей жизни. Встреч в компаниях становится все меньше. Обсуждать рабочие проблемы запрещено даже с ближайшими членами семьи. Все поездки, перемещения, телефонные разговоры строго контролируются. Келдыш соглашается на поставленные условия. Он считает, что у него всегда остается выбор отказаться и вернуться к чистой науке, в мир любимых чисел, формул и гениальных расчетов. Почти одновременно с работами над крылатой ракетой Келдышу предлагают возглавить все расчеты по созданию первой советской атомной бомбы. С этого момента он занимает особое положение в ряду ведущих ученых СССР. Однако по-прежнему в его анкете существует серьезный изъян. В графе «партийность» у него так и стоит прочерк. Но что еще хуже, есть родственники, живущие в эмиграции. В Комитете госбезопасности еще испытают настоящий шок, когда в мае 1968 года на имя Мстислава Келдыша придет письмо из Парижа от некой Жоржетты Келдыш. В письме идет речь о праве наследования дядиной квартиры в столице Франции и состояние в 10 тысяч франков. Келдыш пишет ей в ответ, а копии писем переводят и отправляют в КГБ. Ученый отказывается от наследства и официально оформляет это через валютное управление Министерства финансов. В 1949 году Мстислава Келдыша все-таки принимают в партию. Вступление в партию Келдыш тоже вписал в свою формулу жизни. Конечно, ему придется стать автором многочисленных бесполезных статей в журнале «Коммунист», о руководящей роли партии в развитии науки. Несмотря на занятость, вести бессмысленные семинары по философии марксизма. Он верил, создав оружие, которое обеспечит стране мировое господство, он, наконец, получит возможность заняться чистой наукой, где нет политики и бессмысленной суеты. Однако Дмитрий Устинов имеет свои представления о субординации в научной сфере. Он требовал всегда при разработке любой программы, чтобы предварительно был составлен жесткий и понятный график всех работ. И если шли к нему с какими-то идеями, с какими-то предложениями, прежде всего сказал, а где у вас график? Открытия по команде не делаются. И Келдыш со всей ответственностью заявляет об этом Устинову. Но министр оставляет без внимания протест ученого. В 1953-м устройство водородной бомбы на основе расчетов Келдыша блестяще реализует молодой физик Андрей Сахаров. Это оружие обеспечивало победу в любой войне в масштабах Земли. Между учеными США и СССР разворачивается борьба за мировое господство в космосе. Американцы объявляют, что в течение 1957 года первыми запустят искусственный спутник. Но Советский Союз опережает Штаты. Под руководством Келдыша готовят проект первого искусственного спутника Земли, который может из космоса вести военную разведку. И в случае войны наводить ядерное оружие на цель. В 1961 году СССР снова выходит победителем. В космос летит Юрий Гагарин. Не будучи напрямую причастным к подготовке первого космического полета, Дмитрий Устинов получит звезду Героя социалистического труда. Имя же главного теоретика полета Мстислава Келдыша в стране не суждено будет узнать. А ведь полет Гагарина был его личной победой. Земля, я космонавт, самочувствие отличное. Продолжаем полет. Орбиту первого космического корабля и траекторию его спуска придумал и вычислил Келдыш. Без него этот полет едва ли был бы возможен. До конца жизни ученый обречен на то, что его самые громкие и важные открытия будут существовать отдельно от его имени. Там выступают ученые, которые прямого отношения к созданию этой техники не имели. Ни Королев, ни я, его заместитель, ни другие заместители, в лучшем случае допускали к тому, чтобы сидеть где-то в задних рядах на этих пресс-конференциях и, упаси Бог, не высовываться. И никто вас не должен ни видеть, ни узнавать. Люди, которые считались друзьями Келдыша, с охотой принимали в зарубежных поездках лавры главного советского ученого. Келдыш на заседаниях сидел рядом с ними не как создатель техники, которая прославила страну и этих людей, а как чиновник, представитель Академии наук. Секретность космической программы накладывала отпечаток на образ жизни ученого. Однажды заядлый автолюбитель Келдыш решил провести отпуск за рулем своей 21-й «Волги», останавливаясь по дороге в кемпингах. Однако его первое и последнее путешествие было недолгим. Ну, действительно, поначалу инкогнито сохранялось. Но очень быстро его расшифровали, и та свобода, о которой он так мечтал, быстро кончилась. Я не мог пользоваться ни кемпингами, ни хорошими гостиницами, и мы его уже держали на привязи и под наблюдением. Космическая программа заставила Келдыша отказаться от многого, чем он так дорожил. От свободы, от начатых когда-то собственных исследований в математике, от личной славы, наконец. Все чаще и чаще он задумывается о том, что же получил взамен. Действительно, вскоре после полета Гагарина Келдыша избирают президентом Академии наук. Членство в ЦК партии. Но окупало ли это тот факт, что его работа была никому неизвестна? Избери он иной путь, кто знает, кем бы восхищался мир больше – им или Эйнштейном. Келдыш уходит в себя настолько, что окружающим кажется, он вообще не замечает ничего вокруг. Иногда он просто забывает о быте. Может, неделями ничего не есть, обходясь чаем с шоколадкой. О Карибском кризисе на Байконуре узнают едва ли не первыми. Дежурный доложил – Соединенные Штаты готовят ядерный удар по Советскому Союзу. Из Москвы дана команда срочно снять ракету и установить боевую ракету с термоядерной бомбой, понимаете. На что Келдыш абсолютно не прорегировал. Говорит, ну что, ну все равно по нам первым ударят. У Келдыша появляются первые приступы депрессии. Он рассказывает о них врачам, но причина не в здоровье. Его собственные исследования давно отошли на второй план. У него не выходит ни одной личной научной работы. У ученого нет времени даже на доказательство собственной теоремы. Так называемая теорема Келдыша, она была опубликована в докладах Академии наук. Она была такой некоторой научной интригой, потому что всего на нескольких страницах была сформулирована теорема, положившая начало целому ряду научных направлений, математики. А доказательств не было. Келдыш понимает, время упущено, большая часть жизни уже позади. А ведь его друзья и коллеги, которые избрали иной путь, не зная нервных срывов, занимаются наукой, благодаря своим трудам, имеют мировую известность. У Келдыша была еще одна причина для разочарований. Его постигла первая крупная неудача. Советская лунная программа, руководителем которой он был, потерпела фиаско. Американцы высадились на Луне первыми. Тогда это расценили как поражение. Сесть на Луну раньше американцев мы не могли. Они вложили в это 25 миллиардов долларов и считали национальной программой номер один. У нас же этого не было. На всю лунную программу было выделено 2,5 миллиарда рублей. Вместо того, чтобы создать, как в Соединенных Штатах, государственную программу для подготовки полета на Луну, мы тратили деньги на подводные лодки и атомоходы. Это давало преимущество в масштабах Земли, но не во Вселенной. И это было на совести Дмитрия Устинова, который считал, что безопасность страны можно обеспечить, только добившись равенства в вооружениях с другими державами. Прежде всего с Америкой. А наука может и подождать. Дело дошло до активного противостояния между военными и учеными. Устиновым выступает против ракеты «Протон», созданной конструктором Владимиром Челомеем. Главный аргумент – ее дороговизна. На приеме, который устраивает Челомей для членов ЦК, Устинова в знак протеста не пускают в зал. И он хотел снять с производства ракету «Протон». И вот тут проявление характера Келдыша. А он считал, что этого делать ни в коем случае нельзя. Что это один из лучших ракетно-носителей, который создан в нашей стране. И он еще много лет будет работать на изучение космического простатства и военных целей. Келдыш пытался доказать, что исследование космоса работает на будущее. И куда важнее затрат на оружие, но у него ничего не выходило. Однажды на совещании Устинов бросил ему – наука должна быть штабом правительства. Постепенно конфликт между Устиновым и Келдышем дошел до первых лиц государства. Келдыш общался с Хрущевым напрямую. Мы даже шутили, что Королев может попасть к Брежневу, может разговаривать с Хрущевым только по кремлевскому телефону предварительно договориться. А Келдыш может ногой открыть дверь и войти в кабинет Хрущева и, значит, высказать ему все, о чем он думает. В 1964 году Брежнев, отстранивший от дела всех фаворитов Хрущева, неожиданно приближает к себе Келдыша. Леонид Ильич сразу обращает внимание на его интеллект и кругозор. Вскоре он сделает Келдыша своим советником по вопросам науки. И советовал с ним по многим вопросам и, так сказать, социальным, и каким-то полуполитическим, и военным проблемам. И когда они до чего-то там договаривались совместно, он попросил его поддержать на заседании в политбюро. С этого времени Келдыш в курсе всех нюансов оборонной отрасли. На Совете обороны, где обсуждаются варианты ракетно-ядерного щита, он заявляет, что у страны нет военной доктрины. Это производит эффект разорвавшейся бомбы. Такого удара по самолюбию Устинов давно не испытывал. Келдыш предлагает наносить исключительно удар возмездия, не начиная войну первыми. Его поддерживает Брежнев, а вслед за ним и весь Совет обороны. Так советская военная доктрина была создана гражданским человеком. Другим камнем преткновения в отношениях с военными была извечная спешка при космических запусках. Пилотируемые полеты требовали тщательной подготовки, но почти каждый раз возникал пресловутый вопрос о красных датах календаря. И вот начинали давить. А давайте подумайте, поищите резервы, возможности. Вот надо обязательно к 7 ноября. Безусловно, это нарушало технологию любого процесса, а тем более такого сложного, как космический. Однажды это уже привело к страшной катастрофе. На предстартовой площадке первая советская баллистическая ракета. Накануне экспертная комиссия во главе с Келдышем обнаруживает в ракете много недоделок и не рекомендует проводить запуск. Однако замминистра обороны маршал Митрофан Неделин заявляет, запуск должен быть произведен любой ценой к 7 ноября. Неожиданно, еще до старта, ракета, вся облепленная людьми, взрывается. Гибнут 126 человек, в том числе и сам маршал. В 65-м году вышедший в открытый космос Алексей Леонов едва не погиб из-за спешки с запуском. На корабле «Восход-2» он был самый аварийный. 7 аварий во время полета. Но это опытный корабль. И вещи были, аварии, которые, в общем, граничились жизнью. Вот дважды такие аварии были, произошли. Это глубокое закислораживание объекта. И вторая авария – отказ автоматической системы управления. И мы спустились сами, вручную, используя последние остатки топлива. В апреле 67-го погибает космонавт Владимир Комаров. Как теперь известно, полет тоже готовился в сжатые сроки под давлением ЦК. Келдыш назначен начальником комиссии по расследованию причин катастрофы. В июне 71-го года погибает целый космический экипаж в составе Георгия Добровольского, Владимира Волкова и Виктора Пацаева. И Келдыша снова делают председателем комиссии по расследованию причины в гибели. Это горе нации. Как человек высокоответственный и высоко нравственный, Келдыш, конечно, очень это переживал. Я думаю, так бы переживал и Королев. Но Келдыш, конструкция, мне кажется, такая была более тонкая. Вот с точки зрения человеческого устройства, ну, я не хочу сказать души, но вот устройства его внутренней организации, он был, мне кажется, более тонкий и более противоречивый. Ему, наверное, это было сложнее. Видеть своих планов и своей работы Келдыш у него носимо тяжело. Ведь это под его началом рассчитывали траекторию полетов. Это он отвечал за все вопросы навигации корабля. А значит, любой технический сбой был на его совести. Чтобы установить подлинную причину гибели космонавтов, члены госкомиссии проводят один эксперимент за другим. Детали трагедии возникают перед глазами и прокручиваются в голове снова и снова. Это способно подточить любую, даже самую крепкую психику. По 30 лет ребята, грамотные, прекрасные инженеры, летчики. И вдруг они гибнут. Его сыновья. Конечно, каждый чувствовал свою вину за это. Если он человек, а он был большой человек. Именно в этот период профессор Евгений Чазов констатирует, что у Келдыша психологический срыв перерос в тяжелейшую депрессию с элементами самообвинения. На госкомиссиях по космическим катастрофам ищут виновных. Военные указывают на конструкторов. Конструкторы оправдываются. У Устинова с Келдышем на этой почве серьезные стычки, и ученый тяжело переживает их. Интеллигентный и тактичный по природе, Келдыш не может отвечать грубостью. После тяжелых заседаний я видел его измотанным, усталым. Но на глазах он как-то сдавал. Он переживал. Это как личную трагедию, потому что он и как президент, и как человек, которого на политбюро допрашивали. А почему это случилось, и почему ты, обладающий такой властью в науке и в своих институтах, не можешь рассказать истинную причину, объяснить нам, что, как и почему произошло. Есть и еще один повод для переживаний. Став членом ЦК, Келдыш обязан, что называется, поддерживать внешнеполитический курс страны. Ему поручают выступления на пленумах в поддержку ввода советских войск в Чехословакию с осуждением действий польских профсоюзов. Составляя эти доклады, он мучается так, что трудно передать. Келдыш все чаще выглядит подавленным и угнетенным. А поделиться ему не с кем, друзей у Келдыша практически нет. За друзей надо нести ответственность, выполнять какие-то просьбы. А у академика жизненный принцип – никому ничего не обещать. Лишь однажды в своей жизни он изменил ему, вступившись за своего бывшего коллегу Андрея Сахарова. Он говорил даже с Андроповым, тот был начальником КГБ, то есть министром Комитета государственной безопасности. И он сказал, давайте я приду к вам и поговорим мы о Сахаревой. Но тот сказал, нет, нет, что вы, я к вам приду. Действительно, он через несколько дней позвонил, пришел. Они говорили часа два. О чем говорили, я не знаю. Но, во всяком случае, с Сахаровой ничего не сделали. В 1970 году наша страна наконец достигла с западом паритета – равенства в ядерных вооружениях. Казалось бы, самое время подумать о науке. Келдыш запрашивает в бюджете средства на создание новых ЭВМ, компьютеров, на медицинские исследования. Но по настоянию Устинова, большая часть бюджетных денег по-прежнему идет на военно-промышленный комплекс. Давний конфликт Келдыша и Устинова достигает предела. На фоне переживаний у Келдыша, заядлого курильщика, обостряется хроническая болезнь сосудов. Ему становится трудно ходить. Окружающие все чаще замечают, что он прихрамывает. Утром приходит на работу хмурым, ночью мучают боли в ногах. Врачи ставят диагноз – атеросклероз. Сказываются и конфликты последних лет, и бессонные ночи, и аскетический образ жизни. Мало ел – это меня поражало, понимаете. На ужин, например, он просто заказал простой чай, понимаете. И когда рассчитывался, всего, так сказать, искал долго три копейки за этот чай, понимаете. За 19 лет работы, исполагающихся 192 дней отпуска, Келдышем использовано всего 64. Два месяца отпуска за два десятка лет. Когда Брежневу докладывают о болезни Келдыша, он немедленно вызывает к себе главного врача Кремля, профессора Чазова, и заявляет – делайте, что хотите, но Келдыш нам нужен. Единственный выход – операция по замене сосудов. Аортокоронарное шунтирование. Тогда, в начале 70-х, это очень рискованно. Келдыш оперирует 10 января 73-го года. На работу выходит только через три месяца. Поначалу все идет хорошо. Келдыш полон сил, шутит, строит планы. Правительство поручает Академии наук составить перспективный план развития страны до 2000-го года. Келдыш с азартом берется за это дело и готовит проект. Результат – сильное нервное истощение и страшный вывод. Проигрыш в космосе, которому ученый отдал 20 лет, неизбежен. Жизнь зловещим образом подтверждает расчеты и догадки Келдыша. 1975 год. За подготовкой первого совместного советско-американского космического полета следит весь мир. Его инициатор и руководитель – Мстислав Келдыш. В самый разгар Холодной войны он предлагает ученым двух сверхдержав объединить усилия в космосе. Хьюстон, флайт, ЦУП, Москва. Корабль «Союз» готов к стыковке. Апала – «Доффердак» тоже. Но неожиданно, за месяц до старта на Байконуре происходит пожар. Келдыш принимает решение о запуске, которое оказывается единственно верным. Никто не знает, что в день 14-й годовщины своего избрания президентом Академии наук Келдыш пишет заявление с просьбой освободить его от этой должности. Брежнев беседует с ученым полтора часа, но безрезультатно. Причину своего ухода Келдыш так и не объясняет. Можно было лишь строить догадки. Он увидел о том, что фундаментальную науку многие каналы нашей власти не понимают. А денег не дают. И денег не дают. И он не знал, что делать. Он метался. Ну и я думаю, что вот эти две причины – его болезнь в первую очередь, и потом вот то, что он не мог добиться того, чтобы фундаментальную науку поднять, потому что мы получали в 7 раз меньше ассигнований, чем Академия наук Соединенных Штатов. Но причина кроется в ином. Надо потерять веру во что-то очень серьезное, чтобы вот так сразу подвести черту под своей жизнью. Главное дело жизни Келдыша – космос – окончательно превратился в разновидность политики. Покинув кабинет в Академии наук, Келдыш пробует наконец-то вернуться к тому, на что всю жизнь не хватало времени – к чистой фундаментальной науке. Но за три года у него не выходит ни одной научной работы. Нет ни одного открытия. Главной жизненной цели больше не существует. Не все гладко и в семье. Появляется повод переживать за сына. Петр идет по стопам отца, закончил механико-математический факультет МГУ. Говорят, что он подает очень большие надежды, но внезапно у него начинаются нервные срывы. Когда и в связи с чем это происходит, понять трудно. Ясно одно – занимаясь судьбами страны и космосом, сына Келдыш проглядел. Сислав Алексеевич был человеком очень занятым, но иногда он просил меня, так сказать, покурировать Петра с тем, чтобы он на трудном факультете, на механико-математическом, ну, как бы строил правильно свою жизнь, свои учебные планы. Ну, как всегда, чтобы ходил на занятия, не имел хвостов. И я с Петром дружил, очень мы друг другу помогали. У меня такое осталось очень светлое впечатление, что это был талантливый человек, очень талантливый. Вот, к сожалению, его жизнь дальше сложилась трагично. В пятницу, 23 июня 1978 года, Келдыш последний раз звонит своему секретарю, с которым проработал 15 лет. В голосе Мстислава Всеволодовича звучат грустные и тревожные ноты. А на следующий день в подмосковной Жуковке происходит трагедия. Келдыш входит в гараж, садится за руль своей «Волги» и включает двигатель. Через некоторое время от отравления угарным газом он умирает. Как показывают материалы следствия, двери гаража прикрыты изнутри. Смерть Келдыша ставит окончательную точку в долгом противостоянии науки и оборонной промышленности СССР. Говорят, что узнав о его смерти, Устинов долго не может прийти в себя. Дмитрий Федорович пережил своего оппонента всего на 6 лет. Келдыш Устинов и вся плеяда ученых, конструкторов и государственных деятелей того периода, они залашили настолько глубокие фундаментальные пласты знаний, опыта, на которые до сих пор опираются наши ученые. Ничего фундаментального в новой России сегодня не изобретено. Все, на чем стоит наша оборонная промышленность, это все оттуда. В своих научных расчетах Келдыш не ошибался никогда. Он верил цифрам больше, чем людям. В этом была его сила, и в этом была его слабость. Великий ученый так и не сумел просчитать ни свое счастье, ни счастье своих близких. Но ему удалось главное – изменить мир, подарив человечеству космос, в котором до сих пор живут его мысли. Мысли великого теоретика великой страны. Продолжение следует...